Меня зовут Андрей Безуглый, я архитектор компании Softengi. Сегодняшняя тема это JSON-схемы. Тема короткая, слайдов я не делал, потому что начал делать, понял что я копирую этот сайт и понял, что лучше я кое-что расскажу, кое-что покажу в живых примерах. И этого будет достаточно. JSON-схема. Само название похоже на XML-схему. В принципе, суть этих двух технологий, стандартов, их суть, а не форма похожа. JSON, как более трендовый и модный формат данных, нуждался в подобной вещи для валидации структур данных. Собственно говоря, структурной валидации, этим все сказано. Таких средств раньше не было. Что делали? Либо писали ручками, либо ничего не делали, доверяли Input'у и у нас кое-что кое-когда падало, но случалось это редко, мы на это не обращали большого внимания. Как я сюда попал? Сайт невзрачный, то есть это еще достаточно молодая штука, молодой стандарт, он еще не успел обрасти какими-то жирными ресурсами, но тем не менее, не, есть спецификации, жиденькие, но есть, именно спецификации есть. То есть он состоит из двух частей, JSON-схемы и JSON-хипер-схемы. JSON-схема в свою очередь состоит из ядра и правил валидации, очень громко названо ядро, ядро это то, что позволяет описать, это object, array, string или number или now, а правила валидации это min, max, pattern и так далее. Для array можно указать min items, max items и так далее. То есть цели, ну здесь они капитанят, в общем-то цели очевидны, задокументировать в таком формате, который читаем и как человеком, квалифицированным разработчиком, так и машиной и выполнять структурную валидацию. Хайпер-схема чуть сложнее, то есть она добавляет к этим структурам данных описание урлов, по которым такие данные доступны. Это еще более молодая часть этого стандарта, да, и у них у самих только лишь одна библиотека, которая что-то поддерживает. То есть в принципе много уже компонентов поддерживает стандарт, но вот эту часть почти никто не поддерживает. А пост-запросы можно описать? Да, 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 да. Там как раз можно описать и пост-запросы, гет, но по умолчанию не указал гет, и паттерны, то есть там где там слэш айди, то есть ты указываешь в этой структуре данных какой именно параметр там, в какое место урла вставляется. Так, вот это чуть ли не единственный ресурс, по нему, в принципе по нему все понятно, если ты уже как бы настроился правильно, если ты понял, зачем тебе это надо. Вот это спецификации, то есть они разделили их на Core-схема и Hyper-схема, то есть в принципе вот именно в форме спецификации ключевые слова, примерчики, все показано. то есть давайте пройдемся. Первое, можно указать тип объекта, по умолчанию это Object, то есть все типы, которые поддерживаются в JSON, указывается тип объекта. Ну и Core, похоже, что Core все. То есть схема содержит ID, можно еще указать title, опционально. Вот, схема состоит из описания типа, если тип объектный, то его свойства это описание подчиненных типов и так далее. Можно, когда в подчиненных типах, делать ссылки, то есть можно сверху сделать такую штучку definitions, это если кто знаком с XML схемами, это будет аналог всяких complex type или simple type, то есть можно делать ссылки для частей, которые повторяются. Можно делать такие вещи, как AnyOf или AllOf. То есть, допустим, если у нас значение либо строка, либо объект, либо массив строк, бывает такое, то это можно все указать. Можно делать нод, требовать, чтобы значение не было каким-то типом, не null, например. Дальше. Схема Validation. Здесь определяются ключевые слова Min, Lens, Max, Lens, Pattern. Ну, предупреждал, что короткая презентация. Тут больше, чтобы вы были в курсе, что есть такое. Суть, ну, я не буду на сути очень долго останавливаться, потому что все, я так предполагаю, все сразу по заголовку сразу о всем догадались. Лучше я покажу небольшой примерчик. То есть, вот здесь я подготовил тестовую схему. То есть, это упрощенный вариант боевой схемы. Идентификатор. Доллар схема URL. Я просто посмотрел в примерах, они так делают. Но похоже, что эта штука, по крайней мере, в этой реализации вообще не используется. Description. Ну, и указываю тип корневого объекта. Object. Дальше у меня тут скрыто Definitions. Чуть попозже к нему вернусь. Вот я хочу сначала показать Properties, как объявляется. Property Title. Тип строка, максимальная длина. Здесь. Очень удобно, если данные пишутся в базу, ограничить длину на уровне, как бы, поступления реквеста на сервер приложений. Parameters. Это свойства типа Array. Здесь указываю items и вложено объявление типа. То есть, какого типа является элемент массива. Это объектный тип, у которого, в свою очередь, тоже есть свойства. ID и Type. Вот здесь интересно TypeString. И можно задать и нам. То есть, ограничить каким-то перечнем значений. Есть свойства Required. Я указываю, какие из этих свойств требовать. Вот интересный момент, что делать, если есть во входящих данных свойства, но они здесь не описаны. То есть, такие свойства допускаются, игнорируются. Но можно и сказать, что additional properties false и запретить. Дальше идем. Следующее вложенное свойство Query TypeObject. И здесь properties UB Request. Такое property. Здесь интересно, в качестве объявления property у меня не TypeObject, а $ref. Такой служебный идентификатор, который говорит, что именно вот это свойство описано в некой другой схеме. То есть, можно, если система типов, то есть, допустим, на таких схемах построить валидацию какого-то подсистемы или всего приложения, там его API, то наверняка будет очень много типов и их удобно не в одном файле держать, а разбить по файлам, там вынести какие-то общие определения и по подсистемам определения в разные файлы сделать. И можно, в принципе, ну я не пробовал, но думаю, что там через решеточку можно еще и внутрь куда-то туда ссылаться. Значит, схема 2, ну вот схема 2 в корне содержит объявления типа UB Request. Теперь по библиотекам. Сейчас я покажу. Закладочка здесь софтура есть и показываем validation под разные платформы, что есть. Ну вот GGL. Конкретно я взял вот эту библиотеку, во-первых, потому что у нее лицензия хорошая. МИД это open-source, не обязывающая, скажем так. И потому что она под Node.js, в отличие от других библиотек под Node.js, не имеет зависимости. То есть мне не нужно, у меня была задача GGL под Unity Base затащить. То есть мне не нужно вместе с ней тащить еще кучу всякого хлама и разбираться почему он там не запускается. Она не завязана ни на какие асинхронные вещи, ни на какие какие-то специфические. Фактически она более-менее универсальная, то есть она и для браузера годится. Там всего лишь 700 строк-кода не модифицированного. И, в принципе, этот стандарт там нормально поддерживается. Можно даже расширять своими типами валидаторов. Ну, как видите, довольно много всего есть. И Дутнет, и Джава, и Руби. То есть можно поверить в этот стандарт, что он уже стандартный. Потому что такое разнообразие библиотек говорит о том, что это живая вещь. Что, в принципе, можно этим пользоваться. Тем более, что ничего другого нет. Так, теперь показываю, как этот GJV используется. То есть вот мы делаем ему require. И через new, то есть он экспортирует функцию конструктора, который является неким окружением. Мы создаем этот environment. Что такое environment? Это контекст валидации. То есть мы в него добавляем схемы. То есть объекты определения схем. Сколько? Ну, один или много. Загружаем эти файлы и добавляем в это окружение схемы, чтобы окружение о них знало, какие схемы есть. Мы загружаем там одну или несколько схем из файлов. И дальше... Схема контент. Схема контент. Ну, мы их зачитываем из файлов. То есть мы... Схема контент. Риден. Парс. Джейсон. Это мой хелпер. Он просто читает файл и делает джейсон парс содержимому файлу. Здесь получается... То есть с таким образом. Да. И дальше environment есть метод validate. Наверное, чуть ли не единственный. Хрен. Ну, ладно. Есть метод validate, где мы передаем идентификатор схемы. Он должен соответствовать, ну, вот этому. И объект, который мы хотим провалидировать. На выходе мы получаем либо now, либо объект с описанием ошибок. То есть теперь, допустим, пример. Ну, вот пример. Что такое объект, содержащий ошибки? Он сообщает мне, что свойство query, которое не соответствует схеме, а именно свойство юбир request не соответствует схеме, а именно entity required true. Значит, его нет, оно required, а его нет. Вот. Дальше. В этой же схеме метод required true. И в этой же схеме field list required true. То есть три нарушения в одной схеме. Плюс. У меня есть свойство other prob additional true. То есть, это значит, оно дополнительное. При том, что дополнительное в данном случае запрещено. Понятно, что это не юзер-френдли, зато это очень френдли для программиста. Для логирования и так далее. То есть, отформатировать это в какое-то сообщение туда не составит. Вот. По тому, где это использовать и как это, то есть, валидация схемы. В принципе, задача валидации, она более широкая, чем просто валидация по схеме. Даже если мы пишем чисто для JavaScript-овых каких-то платформ. Особенно, если это клиент. То есть, интеграция с визуальной частью, блоки сообщений об ошибках, с полями. Ну, на мой взгляд, она не может заменить. Какой-то там, если кто пользует jQuery validation или какой-то другой, там, экстовские валидации, там, ангваровские. Вряд ли она будет заменой. Но, с серверной стороны, вот, с серверной стороны ничего такого нету. И она вполне закрывает задачу валидации входящих данных в серверной стороне. С клиентской стороны, может быть, какие-то данные, получаемые от сервера, может быть, провалидировать, если это имеет смысл какой-то. Либо, какая-то валидация, которая не визуальная, нужна. Вот. Собственно говоря, видите, я даже не за полчаса, я управился за 15 минут. Он понимает, что такое array-буфер? Array-буфер не улучшение по бинарному? Array-буфер, дело в том, что array-буфер ты в JSON-е никак не передашь. Ну, я передам его, ну, да, не передам. Вот. То есть, но вопрос, я понял, вот, я не пробовал ничего такого, но вот эта часть, которая именно хайпер-схема, она, кроме описания линков, в ней можно еще описать медиа, медиа-тайп. Ну, да. Вот. И там можно описать какие-то вещи, типа тип энкодинга и майн-тайп, можешь указать. То есть, что-то картинка, там, JPEG, ну, как B64, допустим, в виде строки. Да. Но в текущей библиотеке, например, JPEG точно такого не понимают. То есть, ты указать можешь, но проверять оно это не будет. Это больше декоративно. Да, вот еще интересные вещи, там, где софтвер, закладочка, я показывал, что куча библиотек. На самом деле, это софтвер для валидации только. То есть, есть еще схемогенераторы, я не пробовал это. То есть, это просто обзор, чтобы вы были в курсе, что оно есть. UI-генераторы по схеме, ну, наверное, это форма как-то генерирует по типам. И вот интересная штука documentation generator. Вот это интересно. То есть, она может автоматически сгенерить... Сейчас, где-то я одну из них смотрел. Экзамплы. Короче, оно немножко страшненько, но тем не менее строило автоматически визуальное представление схемы. В виде блоков, одно в другое включено и так далее. И, скорее всего, оно будет получать какое-то дальнейшее развитие. То есть, рекомендуется для серверной части, там, где нет каких-то встроенных... Ну, в дотнете есть, например, куча всяких валидаторов, там, может, и не надо. А вот Unity-based, Node.js и всякие, там, ну... То, что доктор прописал, то есть, разработчикам... Разрабатываешь схему, пишешь, документируешь ее там... Есть встроенные там для типов, описываешь, что это за тип, каждое свойство можно там описать. И обязательно в порядке валидируешь реквесты. И вперед, и с песней. То есть, это... Ну, вот. Ну, спасибо. Спасибо.